Ребята, всем привет! Меня зовут Алина Летучева, и если вы здесь первый раз, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик для того, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. И сегодня мы с вами поговорим о том, как оформить заказ на сайте iHerb, потому что сколько бы я ни вещала, все равно продолжают приходить вопросы Алина, как сделать заказ. И сегодня я хотела бы развенчать некоторые мифы и поговорить поэтапно, как пройти регистрацию и как оформить заказ на сайте. Если вы не в курсе, то iHerb это огромная площадка, на которой есть разные полезные штучки, начиная от питания, там заказывают много специй, много органической продукции типа миндальной муки, кокосовой, рисовой и так далее. Есть разные гранолы, огромное количество вещей для людей с ограничениями или следит за своим питанием, потому что там получается покупать это все намного выгоднее. Ну практически все, то есть нужно следить, конечно, сравнивать цены и так далее. Но что касается БАДов, это поддержка для нашего организма, они реально стоят там до сих пор в 2,5-3 раза дешевле, чем если покупать в наших аптеках. И не зря с ними судятся сейчас в России, но на iHerb намного лучше составы, на iHerb намного лучше выбор, на iHerb намного проще заказать. Буквально за неделю, где-то дней за 5 мне всегда посылка доходит и забираю я ее, либо мне курьер в руки отдает, и это абсолютно бесплатно, либо в пункте выдачи боксберг. Вот, давайте сегодня как бы я пройдусь немножко по тому, что я обычно заказываю и покажу вам, как выглядит вообще сайт, куда нажимать, где ваш личный кабинет и так далее. Вот, добро пожаловать, это сайт iHerb. Здесь есть сразу несколько вещей, про которые я хотела бы вам сказать. Если вдруг у вас открылся сайт на английском языке, то наверху, вот в этой плашечке, вы здесь меняете ваше место назначения, ваш язык и вашу валюту. Для этого нужно нажать на стрелочку вниз и выбрать вашу страну. Она, по идее, будет в алфавитном порядке указана. Россия, здесь выбираем язык, который вы хотите использовать, для меня это русский, и мне удобнее всего видеть цены в долларах, но вы можете выбрать здесь также рубли, для того, чтобы вам было более понятно и проще ориентироваться. Сохраняем настройки, и затем вот так выглядит ваш личный кабинет. Это ваш аккаунт, в котором вы можете видеть свои предыдущие заказы, свой лист желаний. В принципе, вся основная информация содержится у вас здесь. И корзина. Сюда, соответственно, будет попадать все, что вы положите в нее и все, что вы захотите купить. У iHerb есть несколько ограничений. Вы можете покупать товары на 200 долларов и не более чем на 5 килограмм в одной корзине. Я за доставку с iHerb не платила ни разу за все 6 или 7 лет заказов там. То есть я стала пользоваться этим сайтом еще до того, как была русскоязычная версия, до того, как кто-то в России вообще про этот сайт слышал и знал. Так что я уже старичок на этом сайте. Если что, задавайте мне вопросы внизу под видео, я с удовольствием буду на них стараться отвечать. Вот, соответственно, для того, чтобы вы могли начать класть в корзину и в свой список желаний какие-то позиции, вам нужно будет зарегистрироваться. Он попросит вас ввести номер мобильного телефона. Дальше адрес электронной почты. Здесь выбираете вот галочками, хотите ли вы получать смс-сообщение, какие-то предложения от iHerb. Они, кстати, бывают очень выгодные. Помимо моего промокода CVH803 на 10% для новых покупателей, вы можете использовать дополнительные промокоды. То есть они суммируются очень часто, предложения от сайта и вот мой промокод в том числе. Дальше вы выбираете здесь, что вы не робот и подтверждаете, что вам исполнилось 18 лет. Далее создаете аккаунт. И дальше он перебросит вас обратно на главную страницу. В верхней части странички вы будете видеть основные предложения от сайта на эту неделю или этот месяц. Например, сейчас 15% на добавки для спорта, на какие-то бады. То есть здесь прокручиваете все вот эти предложения, можете увидеть текущие акции на эту неделю. Также очень удобно это же можно найти в подразделе акции. Во-первых, вы здесь увидите, на какие бренды недели сейчас скидка до 15%. И здесь ниже можете посмотреть конкретные товары, которые участвуют в этой акции. Здесь обычно их много, просто прокручивайте странички вот здесь вот внизу. Далее здесь есть вкладка о пробнике. Вы имеете право к своему заказу положить один пробник бесплатно. По крайней мере, раньше эта акция всегда действовала. Можете доложить какие-то пробиотики и так далее. Или же заплатить за них вот такую стоимость. Она тоже всегда идет акционная. То есть вместо 20 долларов аж 12. И получить как бы пробник бесплатно. Они не обязательно идут мелкоформатные. Иногда это полноразмерные продукты, как в данном случае. И здесь разные есть товары от iHerb. Заварочные кружки керамические. В общем, полазите здесь обязательно. И третья вкладка очень удобная. Называется лучшие. Это бестселлеры, которые чаще всего заказывают с сайта. Они здесь тоже идут под разделом. Добавки, трава и гемиопатия, товары для душа и личной гигиены, красота, спорт, продукты питания, дети и малыши, питомцы и дом. Вот здесь вот можете прокручивать и нажимать там посмотреть все. Я, естественно, чаще всего обращаюсь во вкладку товары для душа и личной гигиены, красоты, продуктов питания и для дома. Я очень люблю их товары. Например, вот этот вот порошок Grab Green. Он завоевал мое сердце просто навсегда. Я его заказываю, 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 буду заказывать, потому что он пахнет мной. Так пахнут мои духи, так пахнет моя квартира, так пахнет освежитель воздуха. В общем, я очень люблю этот нежнейший аромат. Не будем долго разглагольствовать. Дальше мы видим здесь разные подразделы. Магазин, в котором вы можете найти очень удобное распределение, если у вас как раз есть какие-то ограничения в питании. Например, веганские продукты, продукты без глютена, безмолочные, вегетарианские, полеодиета, органические продукты, кошерные, без ГМО, этичные продукты для кетодиеты. Короче, их здесь очень много. Также есть подразделения по пищевым добавкам, по спорту, средствам для ванны. Просто выбирайте конкретную позицию, которая вам интересна. Мне же интересна обычно вот эта линейка, в которой также есть пробники, бестселлеры, в которых мы только что с вами были, различные предложения. Но мне безумно нравится заходить в вкладку новая, потому что я как старичок обожаю пробовать именно новинки с сайта. Все старенькое я уже видела, все старенькое я попробовала, поэтому я гуляю вот в этом подразделе всегда. Сортирую я, кстати, здесь очень удобная сортировка тоже, и слева пищевые добавки, бакалейные товары. Она есть в каждом подразделе, то есть вы можете выбрать либо по бренду, либо по рейтингу сразу какие-то товары, по вкусу, размеру, запаху, то есть их тут огромное количество. Эта сортировка очень удобно и круто работает. Здесь есть еще также несколько категорий, например, я использую вот эти две сортировки. Я хочу, чтобы мне на одной странице показывалось максимальное количество товаров, чтобы я не щелкала со странички на страничку, не гуляла постоянно. И здесь я выбираю, так как это новинки, и особо на них отзывов еще нет, не рекомендуемые, а новинки. И мне показывают то, что появилось на сайте только что. Вот здесь я, соответственно, обычно начинаю все пристально мониторить. Если вы тоже такой же выискиватель чего-то нового и выискиватель приключений на пятую точку, то тоже сюда заходите, это мой такой лайфхак для того, чтобы узнать сразу что-нибудь новенькое. Здесь, например, скоро появятся капли для глаз, ментоловые, вот это вот марки. Я заказывала раньше напрямую из Японии. Самые лучшие капли именно у них. Так что я супер счастлива. И здесь очень много различных позиций. Я буквально вчера серфила абсолютно все, там 12 страниц, кажется, было. И уже создала виш-лист. Если хотите, ссылку на свой виш-лист с новыми какими-то заказами, которые я буду делать, я оставлю. И также оставлю внизу под видео ссылку на все свои фавориты по категориям. Что я заказываю из БАДов, что я заказываю по продуктам питания. Каждый раз, как только у меня кончается. Это специи. Это чаи единственные, от которых у меня нет изжоги. Специи, кстати, тоже, к сожалению, я не нашла в России альтернативы. Хотя я как бы постоянно ищу что-то новое и заказываю на других сайтах в том числе. Теперь я хотела бы перейти с вами в лист желаний. У меня здесь есть вот такая вкладка и разные подборки. Например, хочу, это то, что я положила вчера, в свой виш-лист. Например, здесь есть безмолочная закваска для йогурта. Как только она придет, на канале будет обязательно рецепт йогурта кокосового без лактозы. Который меня спасает, когда очень хочется чего-то молочного. Потому что я обожаю творог, обожаю сметанку, обожаю кефир. Но у меня проблемы с освоением, к сожалению. И здесь очень много позиций, включая, появились Анастасия Байорли Хиллс бренды, Глэм Глоу, Ларак и огромное количество, как видите, разных всяких штучек. Массажер гуаша появился. Это сейчас очень раскрученная тема для массажа лица. И я надеюсь, что так как переезд мой закончился, я возвращаюсь к полноценному уходу за собой. Уже восстановила практически свою кожу. Волосы стали мягчайшими. И все это благодаря тому, что у меня были какие-то уже must-have зарекомендованные, которые у меня хранились в дальнем ящике. Я их достала и вернула свою кожу, тело и волосы к жизни. Слава богу, просто. И я хотела прям в следующем заказе заказать массажер и научиться им работать и тоже показать вам, как я это делаю. Также здесь есть, периодически бывают разные промоушенал кит. Это такой набор. Здесь конкретно 8 позиций из категории K-Beauty Back. То есть корейская косметика. Если вы хотите попробовать что-нибудь новенькое, у этого набора достаточно небольшая стоимость, 14 долларов. И вернулся на сайт также бренд L'Anesh. И можно заказывать теперь не так дорого их маску для губ, которая является моим фаворитом уже тоже не первый год. Вроде как я практически все вам показала. Еще в этом подразделе есть две категории. Это бренды и это здоровье. Категория бренды удобна тогда, когда у вас есть четкие запросы, вы не хотите долго серфить по сайту. Например, вот на вкладке Andalou Naturals у них очень хороший есть уход натурально-органической за кожей лица. И я вам советую начать, если вы будете оформлять первый заказ, с гликолевой маски тыквенной. Она очень круто омолаживает кожу лица и имеет комплексное воздействие. Она вроде и увлажняет, а вроде и отшелушивает. Кожа гладкая, постакна уходит, мимические морщинки разглаживаются. Одновременно и выглаживает кожу, снимая с нее верхний роговевший слой, как бы пилингуя, и увлажняет. Ну, короче, это маска-бомба с хорошим органическим составом. И сколько бы я ее не советовала, всем обычно очень нравится. Вот, соответственно, по бренду мы с вами прошлись. И еще одна вкладка, оставшаяся, которую я вам не показала, это категория здоровья. Когда вы на нее нажимаете, здесь есть градация по разным проблемам. Если вы знаете, например, что вам нужен БАД для кишечника или для детоксационной системы, для системы пищеварения, то вы, соответственно, жмете на нужную вам проблему, и там уже будет подборка по вашей категории. Есть мужское здоровье, женское здоровье. То есть, внимательно изучите все вот эти подпункты для того, чтобы вам было в дальнейшем удобнее искать на сайте то, что вы пытаетесь найти. Здесь есть, если что, вкладка помощи. То есть, можно задавать какие-то вопросы. Русскоязычная служба поддержки. Я, если честно, ей не так часто пользуюсь. У меня за все время были дважды проблемы с доставкой заказов. Один раз битое что-то пришло, и один раз пришел товар. Не пришел, по-моему, просто положили что-то другое нечаянно. Мне всегда возвращались деньги. Правда, я там долбила службу поддержки по 10 раз, но все возвращали в любом случае. И это было последний раз года 4 назад. Так что вот, как бы, я вам очень советую. Сейчас все посылки приходят буквально там за 5-7 дней. Несмотря на то, что эпидемия, казалось бы, вроде должны быть какие-то проблемы с доставкой. Ничего подобного. Мой последний заказ дошел за 5 дней. И то же самое пишут мне девчонки в отзывах. Ну, то есть, что никаких проблем нет. Кстати, по последней информации, запретили приложение iHerb в России. По крайней мере, на айфонах оно не работает. Вы можете там что-то искать, но заказ оформить или зайти в свой аккаунт вы не сможете. Поэтому я вам советую делать все через сайт. Я надеюсь, что как бы они оспорят этот запрет, и все будет хорошо. Потому что многие позиции были сняты с продажи. И тем более в связи с пандемией, то, что творится с категорией БАДов, скупается все. То ли наши российские предприниматели решили оптом все закупить и перепродавать втридорога. Но я охотилась за цинком, как за чем-то просто за звездой. Потому что я каждый раз только такая, положить в корзину нет в наличии. Положить в корзину нет в наличии. И, в общем, я забрала последнюю банку от последнего бренда. Хотя цинка там порядка 100 брендов различных производит. В общем, это отдельная песня. Так что не пугайтесь, это очень скоро пройдет. С остальными категориями таких проблем лично у меня не было. После того, как вы положили все интересующие вас товары в корзину, мы заходим с вами как раз-таки вот в эту вкладку. И переходим с вами к расчету стоимости. Здесь должно быть, напоминаю, не более 5 килограмм и не более 200 долларов. Вот здесь будет указана стоимость. Сюда вводите индекс вашего адреса и переходите дальше к выбору курьерской доставки. Она есть, соответственно, прям из рук в руки. И от месяца в месяц меняются акции. Сейчас во время эпидемии вам вручают товар прямо в квартиру. И это абсолютно бесплатно. А обычно доставка заказов от 60 долларов бесплатно в пунктах выдачи боксбилета. Это тоже очень удобно. Вот здесь смотрите, что сейчас является бесплатным. И выбираете более удобный для вас вариант. Я лично выбираю боксбери, потому что очень удобно. У меня недалеко от дома есть пункт, в который я прихожу, показываю паспорт. Это обязательно. И они мне выдают доставку. Что очень важно иметь в виду, для оформления заказа на iHerb вам пригодится и ННН, и паспортные данные. Увы, да, как многие говорят, никто на американское правительство не крадет наши данные. Это требования нашей таможенной службы. И любой заказ, который вы будете оформлять из-за рубежа, например, ASOS, вам для этого тоже пригодится, соответственно, вводить все те же данные. Потому что таможня без этого не пропускает. Еще один момент. У таможни обновились правила. Если в прошлом году вы могли заказывать на 500 евро максимум за весь месяц, то есть если вы заказали с ASOS на 200, с iHerb 3 посылки, там по 150, у вас уже выходит перебор. И тогда вас таможенная служба на этот третий iHerb заказ попросила бы выплатить таможенную пошлину. Сейчас очень круто, есть только одно ограничение. Одна посылка должна быть не более чем на 200 евро. Соответственно, так как у iHerb все равно есть ограничение в 200 долларов, вы как раз-таки их точно не перешагнете и можете смело заказывать. По крайней мере, в России с вас таможня ничего не должна потребовать. Нажимаете на вкладку «Оформить заказ» и, соответственно, заполняете все по пунктам. Не бойтесь, это делает каждый человек, который проходит эту процедуру. Здесь вводите фамилию и имя, адресную строчку, номер квартиры, город, штат или регион. Здесь, соответственно, я в моем случае это Москва-Москва, почтовый индекс и номер телефона. И дальше нажимаете «Продолжить». Когда вы нажмете «Продолжить», он попросит вас ввести платежные данные. Есть несколько вариаций. Вы можете заплатить через PayPal или ввести свою карточку платежную. Подходит там визы, мастер-карт. Все, в принципе, сейчас уже к общей системе привязано и у меня никаких проблем никогда с оплатой не было. Просто вводите карту своего банка, вводите CVV-код, который у вас на заднем обороте карты и нажимаете кнопку «Оплатить». У вас списываются средства и уже буквально через несколько часов сформирован ваш заказ на складе где-то в Калифорнии и летит прямиком к вам. Через 5 дней, где-то неделю он будет у вас. По крайней мере, в крупные города по отзывам девчонок приходят точно так же, как и мне. Да, ребята, если вдруг вам интересны мои обзоры с iHerb по категориям, например, лучше из БАДов, лучше в уходе за телом, лучше в уходе за лицом, я с удовольствием их сделаю. Пишите внизу, что вас больше интересует и буду делать какие-то подборочки. Но мне очень важна ваша поддержка и ваше мнение, стоит ли заполонять канал такими роликами, потому что так или иначе в своих обзорах я и так уже очень многое показывала. На сегодня все, пока-пока!